Музыка Поддержка молодых и потенциальных предпринимателей является одним из приоритетных направлений молодежной политики. В последние годы ведутся работы с целью реализации стартап-проектов с применением международной практики. В рамках государственной программы «Азербайджанская молодежь» в 2011-2015 годах впервые в Азербайджане в Государственном экономическом университете ЮНЕК был создан инновационный бизнес-инкубатор. Основной целью инновационного бизнес-инкубатора является привлечение студентов и молодых людей к бизнесу и развивать студенческое предпринимательство. Здравствуйте! В эфире телеканала CBC программа «Экономика дня» в студии Сулитдин Багиров. О роли бизнес-инкубатора в реализации стартап-проектов мы поговорим с директором бизнес-центра ЮНЕК Асефом Асадовым. Добро пожаловать в нашу студию, господин Асадов. Что из себя представляет бизнес-инкубатор и каковы его основные функции? Я должен сказать, что впервые бизнес-инкубаторы появились в США в прошлом веке, в середине 50-х годов. С того периода достаточно много инкубаторов по всем странам мира образовалось в том числе. И в последнее время очень сильно развивать это направление в России, Украине и в Азербайджане тоже начинается развиваться те направления. Бизнес-инкубатор, основная функция бизнес-инкубатора является поддержка инновационных бизнес-идей молодых предпринимателей. В частности, это университетский стартап студентов. Основная функция – это оказание услуг. В первую очередь, предоставление помещения, где они могли бы работать с офисным оборудованием по льготности или же бесплатно. Оказание юридических услуг по регистрации, оказание финансовых услуг, поиск инвесторов, а также подготовка бизнес-плана. Основной вопрос заключается в том, что необходимо найти сегмент рынка, где их идеи могут быть реализованы. Это основная проблема. И во всем мире считается, что необходимо в первую очередь развить минимальный жизнеспособный продукт. Он на английском называют «minimum buying product». Его испытать на каком-то выбранном сегменте потребителей. И если он будет удачный, после этого можно надеяться, что этот продукт или сервис будет продаваться. Вот только после этого следует организовать компанию. Потому что многие начинают организовать стартап в виде регистрируя в налоговых органов, начинают и потом сталкиваются с проблемой. Я должен сказать, что стартап – это очень рискованное предприятие. Около 70% данных из США не выдерживают одного года, не могут функционировать. 20% на втором году начинают прекратить существование, только 10% на третьем году начинают продолжать. Поэтому этапы должны быть очень важны. И самое главное, я хотел бы коротко сказать буквально несколько слов, каковы основные приоритеты. В первую очередь должна быть высокая ценность инновационной идеи, которая могла бы работать не только на региональном, а еще лучше на международном масштабе. Это практика Израиля показывает. Второе, необходимо создать команду стартап. Она должна состоять из разных специализаций, заполняющих друг друга. Должен быть лидер, который предан и поддерживает людей. И самое главное, надо точно найти тот сегмент рынка потребителей, которым интересен ваш продукт. И только лишь после этого венчурные, так сказать, ангелы, так называемые, венчурные капиталисты, они могут быть заинтересованы финансировать ваш проект. А какие отрасли именно поддерживаются бизнес-инкубаторами? Международная практика показывает, что основное направление это IT-технологии, но IT-технологии, сегмент уже достаточно специфичный, это мобильные приложения. Очень много именно в сфере мобильных приложений, в сфере самих игр, скажем. Вы знаете, что, в частности, вот пример Белоруссии. Парк высоких технологий в Белоруссии, который был создан, он в основном специализируется на создании вот такого плана программного обеспечения, в сфере вот World of Tanks и прочие, так сказать, известные продукты, созданные именно там. Поэтому, я думаю, что это требует малой инвестиции, это, так сказать, достаточно быстро, так сказать, окупается и большой сегмент потребителей. Имеет большой, так сказать, также сегмент образовательной технологии, очень важные. Я думаю, что в ближайшие годы будут образоваться технологии с применением до полной реальности, когда, может, скажем, студент или ученик изучает тот предмет, непосредственно находиться бы на улицах этого города, если это история, или прочее, так сказать, на заводе, если какая-то вещь, изучать эти процессы. Это огромный задел, который существует в виртуальных образовательных технологиях. Очень интересное направление в последнее время – это зеленый бизнес, использование альтернативной энергии, так сказать, утилизация отходов. Это тоже интересное направление, которое занимаются. Ну и в основном сервис, который возможно осуществлять, то есть для потребителей. То есть, например, такие, как сервисы, нахождение быстро, так сказать, кафе или ресторана, где нет, скажем, самой очереди, нет, быстро найти какой. Вот такие направления для потребителей, так сказать, очень тоже важны. А в Азербайджане, то есть, приоритет на какой? Ну, в Азербайджане, вы знаете, что существует около порядка 10 таких бизнес-инкубаторов. Я думаю, что в Азербайджане один из основных направлений должно быть именно, по моему мнению, зеленый бизнес. В Азербайджане идеальные условия для того, чтобы развивать зеленый бизнес, с точки зрения наличия 9 различных климатических зон, позволяющих круглогодично выращивать различные фрукты и овощи. А азербайджанские фрукты и овощи являются очень ценными, известными марками. И необходимо использовать альтернативные энергии для того, чтобы их сохранять и, так сказать, использовать как ингредиенты для здорового питания и прочее. И утилизировать определенные отходы. Так скажем, вы знаете, что скорлупа грецкого ореха, так сказать, который выбрасывается, она является очень ценным биотопливом, который может так бы использоваться. Вот использование различных альтернативных энергий для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, это и есть тот направление, которым необходимо заниматься, и который действительно в настоящее время разрабатывается проект в ЮНЕК-стартапе. А существуют ли уже проекты, то есть по зеленому бизнесу? Я скажу вам так, значит, эти проекты разработаны в бизнес-план, существуют определенные прототипы, которые успешно были испытаны, и в настоящее время есть такой проект, который мы разрабатываем. Я думаю, что он имеет большое значение и может быть реализован не только в регионе, если будет поддержка, он может быть реализован и в международном масштабе. Суть в чем заключается? Я вам коротко объясню. Для того, чтобы стартап был успешным, он должен нацелиться на решение очень актуальной проблемы, которая не решается. Потому что каждая проблема, это есть возможность. Молодые, так сказать, предприниматели, которые работают в Азербайджане, в сельских регионах, они немножко ограничены в том, чтобы выйти на рынок со своей продукцией. Поэтому проект у нас является, так сказать, комплексным. В первую очередь, предложить в сельской местности женщинам, молодым, так сказать, людям, которые не заняты, так сказать, определенной работой, прототип этой установки, и провести тренинги, скажем, у нас есть филиал, так сказать, кампусы в Губинском районе, провести их обучение, и по результатам этого тренинга и изучения спроса и интереса там подобного, развить, снабдить, то есть в лизинг отдать определенные установки, а установки для сушки, с использованием солнечной энергии. Вот это инновативная технология, которая существует только в Азербайджане. После того, как они будут получены, эти ингредиенты сухие, их можно продавать через интернет-магазин, то есть используя, так сказать, электронную коммерцию и посредственно минуя, так сказать, барьеры, которые существуют в рынке. Вот это совершенно новый инновативный проект, то есть если он будет реализован, мы можем, так сказать, его продлевать и на другие районы, таким образом создать возможность самозанятости для женщин и молодежи в регионах Азербайджана, и они могут выпускать продукцию, она будет упакованная, соответствующие сертификаты будут, которые могут не только производиться, продаваться в Азербайджане по высокой цене, потому что это очень ценные продукты, они могут использовать как ингредиенты для добавки других продуктов здорового питания, также могут экспортироваться. Естественно, что это требует определенной поддержки. Команда, стартап, она должна стать из разных людей. Скажем, те, которые ориентированы на результат, которые действительно занимательны, те, которые очень, так сказать, сильное креативное мышление, инновативность, но кто-то должен заниматься административными делами, и кто же должен создавать определенный дух, поднимать это. Это стартап, команда, это очень важное условие. Я считаю, что в Азербайджане тоже должен такой быть создан фонд поддержки университетских стартапов, это может быть при министерстве образования или другим каким-то способом. И студенты, предприниматели могут участвовать в тендере на, так сказать, в таком конкурсе. Наиболее инновативные проекты могут быть, как говорится, поддержаны. И тогда со стороны бизнес-оккупатора может быть помощь, так сказать, в тренинге, если так сказать, доведение до рынка, до потребителей. И для того, чтобы это было интересно, чтобы было жизнеспособно, я думаю, что необходимо предоставить налогольготы, если в случае открытия стартапов, как предприятий малого бизнеса в университете, на три года освободить от налогов. А тех первых азербайджанских инвесторов, венчурных капитализм, которые будут складывать в такие предприятия, тоже должны быть какие-то льготы по доходному налогу. А приблизительно сколько, так скажем, молодых предпринимателей именно привлечены вот в такие проекты, в частности в ЮНЕК? В настоящее время реализуются несколько таких проектов, которые были начали ранее. Это в области digital marketing, когда, скажем, есть один проект, который студенты реализуют, это когда они предлагают, так сказать, изделия ручной работы из села Логич, так сказать, потребителям. Сейчас идет работа о том, что такие же работы проводить, экспортировать их, там подобные, значит, вот эта работа проводится. Очень успешный был стартап, который реализовал образовательные технологии, которые используются в настоящее время, в течение нескольких лет, в ЮНЕКе для оценки экзаменов. Это разработка, сделанная студентами в ЮНЕК. То есть, значит, и сейчас мы ставим, так сказать, два направления будем развивать. Это digital business, цифровая, так сказать, экономика. И второе направление – green business. Мы объявили конкурс, значит, и студенты должны в этом, так сказать, в ближайшее время, так сказать, в виде стартапов собраться. Начали мы уже, так сказать, очень важные, так сказать, я хочу сказать, мероприятия. Мы начали 26 февраля. Очень важный вопрос в помощи предпринимателям, молодым, это помощь подготовки их в области налоговой сферы. И мы сейчас проводим, значит, такую подготовку, это более 70 человек участвует в этом курсе. По трем направлениям – это налогоаудит, налогое администрирование и налогоаналитика. Цель двоякая. С одной стороны, подготовить этих специалистов, чтобы они могли работать в налоговых органах, а с другой стороны, чтобы они могли работать, так сказать, и в частных предприятиях, или же сами, знаете, вопросы могли быть предприниматели или же налогоконсультанты. Потому что основная причина, почему люди боятся открывать бизнес, потому что они очень слабо знакомы с налоговыми вопросами, боятся этих проблем. Следующий этап – это будут, значит, тренинги по подготовке бизнес-проектов. Поэтому в инкубатор очень часто приходят студенты, которые спрашивают, вот мы, есть такая идея бизнеса, как его открыть. Поэтому различать надо. Есть инновационный бизнес, который основан на инновационной идее, и есть обычный бизнес в существующем рынке. И поэтому мы работаем и в двух направлениях, в которых… И в инновационном, и просто… Да, потому что инновационный очень высокорискованный, и нужно точно определить, чтобы он именно действительно… То, что я вам говорил, вот этот вопрос насчет зеленого бизнеса, он должен, так сказать, быть такой именно, что… уникальным быть, и имеет возможность масштабирования. Тот проект, о котором мы говорим, он может быть масштабирован в том отношении, что это уникальная технология, если это у нас получится. В Углубе мы собираемся создать центр, в котором можно приглашать студентов, скажем, из университета исламских стран, потому что это глобальная проблема. Потеря урожая, сельскохозяйственных продуктов в мире составляет от 30 до 50%. Это глобальная проблема. И на уровне мелкой фермы ее никто не решить не может. И в многих странах развивается, нет просто элементарной электрической энергии или газа, понимаете. Поэтому используем солнечные… А эти все страны богаты солнечной энергии. Поэтому необходимо использовать солнечные энергии для инновативной технологии, которая позволит. Мы надеемся, что при определенной поддержке эти проекты будут реализованы. Вот мы говорили о функциях бизнес-инкубатора в пределах вузов. Так. А что по поводу применения технологии бизнес-инкубатора в регионах Азербайджана? Мировая практика что показывает? Вот, скажем, в университетах начинают ученые, скажем, или студенты, это не важно. Они собирают команду. Обычно бывает профессор, какие-то преподаватели, группа студентов. Потому что это они друг друга дополняют. Так. Скажем, после того, как создана команда для того, чтобы защитить эти инновационные технологии, обычно у них бывает офис коммертизации технологий. Это не занимается стартапом, потому что это специфическая сфера. Они начинают определяют инновационную ценность идеи и начинают процесс патентования. Если он будет запонтован, они какую-то определенную сумму берут. То есть очень важно четко определить специализацию, кто чем будет заниматься. Поэтому мы, то, что мы собираемся разрабатывать этот проект, проект заключается в том, что вы создаете прототип, показываете его в действии, скажем, в том же ГУБе, как он работает, обучаете. И потом мы постараемся провести такой трансфер технологий. То есть передать эти технологии в регионах, чтобы они сами могли бы использовать. Вы знаете, что сейчас в Азербайджане создано два бизнес-инкубатора поддержки Министерства экономики в Губахачманском районе, в Аранском районе, это Евлахи, предполагается Линкарани. Это офисные помещения, где-то оборудование. Но следующий важный этап – предоставление помещения, оборудование, это хорошо, офисного. Но главное – вопрос технологий. Чтобы эти технологии были, самое главное, чтобы они могли быть реализованы. Они должны быть достаточно простые, тоже достаточно инновативные. Вот эти узловые вопросы мы собираемся решать. Это вопрос, чтобы технологии в регионах могли бы использовать, где они работают в сельском хозяйстве. И второе – организовать маркетинг-канал продажи, минуя обычные рынки и прочие, используя методологии и технологии электронной коммерции. Вот это главное направление, которым мы собираемся в ближайшее время заниматься. И мы думаем, что будет реальная помощь в реализации этой программы, потому что по этой программе и студенты могут создавать микропредприятия. У них, правильно? Да. Надо сказать, с другой стороны, в регионах и женщины, и, скажем, молодежь получат работу, при том, если будет реализованный проект, будут достаточно иметь хороший доход и смогут спокойно выплачивать за этого дохода кредит и прочее. – А вот на практику каких стран именно ссылается ЮНЕК для разработки таких проектов? – Я вам скажу, это уникальная технология. Если она будет реализована, это будет реализован в Первый мир. – В Первый мир? – И пилотный регион, как вы отметили, Губенский район? – Ну, мы предполагаем, потому что у нас там находится кампус, мы, скажем, там возможно проводить тренинги. Этот район богат, вы знаете, овощами, фруктами, скажем, и можно это реализовать там. Главное, чтобы люди поверили, скажем, немножко есть такая определенная пассивность, вы сами понимаете, чтобы поверили, так сказать, в этом дело. Значит, технологии есть, в этом нет проблемы. Главное, вовлечь мотивации, скажем, граждан, которые живут в сельских регионах, молодежи и студентов в эти проекты. Это немножко требует организационной поддержки, работы, так сказать, но главная основа. Мы собираемся, если это, так сказать, реализовать проект, скажем, привлечением и других структур, которые заинтересованы в развитии предпринимательства, особенно молодежного предпринимательства, сельского и женского предпринимательства. Это Министерство молодежи и спорта, это Министерство экономики, и определенные, так сказать, при которых мы могли бы, так сказать, при их поддержке реализовать эти проекты. Целевая аудитория, вы понимаете, что существует большой процент незанятых людей в регионах, или сезон, они работают посезонно. Идея заключается в том, чтобы сделать возможность получения дохода в течение года. То есть, если они выращивают продукцию летом, и потом с помощью нашей технологии, которые не требуют электрической энергии, по большому счету, это есть солнечная энергия, использование биоотходов, как скорлупа, ореха и прочее. Они производят сушку овощей и фруктов в течение 1-2 дней, это очень высокий показатель. Потом их можно хранить при температуре 10-15 градусов в течение 6 месяцев. При укопованном виде они могут продаваться зимой по очень высокой цене. Это одно направление. Второе направление, которое зимой могут они заниматься, это и есть такие возможности производства определенных продукций, скажем так сказать, почему грим-бизнес называется. Вот скажем, подушки, определенные из материалов естественных, с определенными наполнительными, скажем, вот скажем, косточкой вишни. Она является прекрасным амортизатором и является одним из всех наполнителей в подушке, которые стоят достаточно дорого. А это побочный продукт сушки. Понимаете? И это сделать очень несложно. Поэтому летом будет, так сказать, выращивание и сушка, а зимой они могут заниматься именно изделиями такого, так сказать, класса. Это же сегмент достаточно высоко, так сказать, окупаемый, так сказать, потому что цены. Господин Асадов, спасибо огромное за столь подробную информацию о роли бизнес-инкубатора. Напомню, что о роли бизнес-инкубаторов в реализации стартап-проектов мы говорили с директором бизнес-центра ЮНЕК Асефом Асадовым. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова